Имя Виктора Обрачения известно брещанам, белорусам. Имя сильнейшего армрестлера известно сильнейшим атлетам мира. В спорте высоких достижений этот молодой мужчина уже более 20 лет. За это время сделал замечательную карьеру. 18-кратный чемпион мира и Европы. 7-кратный победитель Кубка мира, заслуженный мастер спорта Беларуси. И вот новая вершина – абсолютное лидерство на чемпионате в Хорватском Загребе. Но достигнув столь высоких вершин, Виктору захотелось перевести к заветным целям и других силачей. Сегодня я наконец-то провожу свой первый турнир на призы заслуженного мастера спорта, многократного чемпиона Европы и мира Виктора Обрачений. Уже давно зерела такая идея, но как-то, вы знаете, старания спортсмена переобладали. Сначала было желание выступать, и сейчас, как я говорю, уже немножко достиг того момента, когда уже хочется что-то больше организовывать. На этих соревнованиях у нас присутствуют спортсмены со всей Беларуси. То есть это порядка 70 спортсменов. То есть это довольно неплохой уровень. Первый турнир по армрестлингу на призы Виктора Обрачений получился действительно крутым. Собрались представители этого вида спорта со всех регионов Беларуси. Эмоции зашкаливали. И если сами силачи были внешне спокойны, то болельщики просто сотрясали воздух. В числе участников, победителей, призеры, чемпионатов мира и Европы, немало и молодых людей, которые пробуют свои силы на высоком уровне. Я очень много лет уже занимаюсь фармрестингом, поэтому очень многих знаю. Но много молодых лиц. Интересно. Замечательное соревнование. Хорошо я давно знаю Виктора Обрачений. Считаю, что турнир один из лучших пока в стране, но скоро будет в мире. Прекрасные дамы, с виду хрупкие, но такие сильные, не отставали от мужчин. И здесь играло желание не превзойти сильных мира сего, а простое стремление стать и быть лучше. Я уже многократная чемпионка Республики Беларусь, обладатель футбол Республики Беларусь. Какие планы? На чемпионат мира поехать. Погода бежала. Погода выступить более-менее нормально. По итогам турнира наградили всех участников, а победителям, занявшим призовые места, были вручены подарки от спонсоров соревнований. На следующий год планирую сделать соревнование международного уровня, приглашаю спортсменов России, Казахстана и ближнего зарубежья. Оставляете спорт и будете проводить соревнования, учить других или? Нет, конечно же, я продолжаю все так же. Просто хочется организовать турнир, который будет действительно номером один в Беларуси, куда будут приезжать спортсмены не только со всей Беларуси, но и в принципе с других стран. Лариса Осмолович, Эдуард Бакунович, Юрий Лемонтович. Новости Бреста. Новости Бреста.